Всем привет! Сегодня мы снимаем новое видео. Сейчас мы пришли в гости к одной из самых ярких участниц конкурса «Мисс Старшеклассница-2014». А я бы даже сказала, к одной из самых ярких участниц за всю историю конкурса. К Лере Лимоновой. Давайте постучимся. Привет! Привет! Пошлите, пошлите. Это моя квартира. Прошу проходить, раздеваться. Вот моя комната, где я была... Кисонька. Да погоди ты своей жизнью. Она боится вообще, она такая пуглая. Красотка. Расскажи про свое место. Ну, я живу в этом городе три года. Это мой уголок, можно так сказать. Тут я учу уроки, занимаюсь творчеством, рисованием. Придумываю разные танцы в своей голове, можно так сказать, сочиняю взносы. Тут я обустроила сама уголок. Это хорошие очень модели из журнала «Вок» «Эль». Также Наталья Портман, известная актриса. Вот это мое художество, творение. Молодец, молодец. Вот это номера старшеклассницы. Конечно, старшеклассницы. Это первый полфинал, это второй финал, можно так сказать. Я, конечно, их запоминаю вообще. Это не самое лучшее время в конкурсе вообще. А какие у тебя были трудности во время конкурса? Думаю, будет девочкам интересно послушать. Расскажи немножечко об этом. Ну, конечно, трудностей было много. Я, во-первых, не успевала из-за школы. Но, знаете, вот в этом конкурсе мне очень помогали мои друзья. Это вообще просто была такая сильная поддержка. Они меня вдохновили. Вообще, они мне дали мысли сейчас о этом конкурсе. Мы очень с ними дружились. Мы готовились, придумывали. Это все было так здорово. Конечно, все равно времени не хватало, но мы сделали все, что было можно. И у нас получился классный номер, который собирает кучу лайков. И это очень приятно. До сих пор все вспоминают номер Леры Лимоновой. Все знают, что такая Лера Лимонова. Все, конечно же, я думаю, вспоминут свои номера. Это не так сложно. Это очень запоминающиеся были моменты конкурса. Что еще? О, Лера, я тебе еще вижу очень много наград каких-то. Ты же не только танцуешь, ты еще и поешь, да? Да, я пою, академическим вокалом занимаюсь. Вот, как бы ездила в Иваново, ездила в Москву. Также я пела в Аксангелье, еще трех человек. Ну, в основном, академическое пение. Это пианино, все красиво, классика, опера. Очень люблю, на самом деле, оперу и джаз очень люблю. Пытаюсь быть, как сказать, очень развитым певцом и быть и в оперном жанре, и в эстрадном жанре. Ну, как, все-таки классика ее надо уважать. Молодец. А что вообще еще можешь рассказать про конкурс с участницами нового сезона? Что-то, может быть, тебе больше всего запомнилось? Я не знаю, какие твои впечатления все-таки с первого года? Нет, на самом деле больше всего мне запомнилось. Это, конечно же, моя дружба, словами, участницами, конечно, это знакомство. Как нам весело, это было реально незабываемо. Как мы готовили очень легкий танец, это было действительно круто. Как мы волновались, какие-то делали обрады за сценой, чтобы не лаженуть. Конечно же, Лиза Иландская, вот она мне очень запомнилась. Реально человек вот увлечен своим делом. Лиза, порадуйся, Лиза, порадуйся. Также Женя. Они действительно вот люди, которые вдохновляют. Они помогали, в какой случае нас не бросали. Если что-то было не получалось, они всегда поддерживали. Говорили, не падай, не опускайся. Не падай, Дука. Не опускайся, Лера, расскайся. В общем, ладно. Я хочу пожелать участницам, конечно же, упорство, талантов побольше. Все-таки надо развиваться, чтобы сильно занять какие-то места. Хочу сказать, чтобы они были индивидуальны, потому что индивидуальность в этом конкурсе действительно очень важна. Без индивидуальности вас не запомнят. Поэтому, когда я участвовала в конкурсе, я пыталась вовсю, как сказать, показать себя. Мы придумывали классные номера, чтобы это было не как у других в прошлых сезонах. И сильно запомнились. Я считаю, что у тебя это получилось отлично. Еще раз повторюсь, все помнят, это карьера Лимонова, и номера очень запоминающиеся. Конечно же, мы должны посмотреть, что у Леры в шкафу. Открывай. Так, сейчас так страшно. Давай, рассказывай. Да, это мой шкаф. Короче, тут у меня 4 отдела, можно так сказать. Реклама мильная. Реклама моего шкафа, ребят. Это мильная. Школка сразу видно темно-синяя, черная. Школа 20-ти. Дресс-код и все такое. Придай привет родной школе. Кстати, привет родной 27-й школе. Да, я надеюсь, я скоро закончу. Надеюсь. Да. Какая-то антиреклама. Тут у меня все, что я люблю, там, хип-хоп, танцы, летние, все, все, что на самом деле мне нравится носить. Мои концерты на платье. О, стоп. Вот, это с второго полпедала. Да. Это платье, которое мне принесло очень много удач и побед. Я в нем заняла в Иваново первое место. Меня пригласили в колледж Гнесиных. Но, к сожалению, я туда пока не поехала, потому что она закончится 11 класс. Молодец, Лера, молодец. У тебя еще чуть-чуть есть? Показай, такое. О, шубы. Сейчас я с тобой зашла. У меня много так-то платьев, правда? Я даже не могу. Ты так-то много всего? Да, у меня много красные, спортивные кофты. Все есть, короче. Вот, бара, в шкафу. Все есть? Лера не мошь, как бы. Я пытаюсь быть человеком многосторонним. Быть как и спортивным, так и в классическом, так и в концертном. Лера, спасибо тебе огромное, что сегодня нас спустила к себе в гости. Мы посмотрели, как ты живешь. Субтитры сделал DimaTorzok.